Под одним из моих видео недавно появилась такая история в комментариях. В 2003 году лишился ноги. Дали второй группы инвалидности. Через год приглашают в бюро медико-социальной экспертизы. Поговорили, померили культю. Странно, не отросла. Попросили выйти в коридор подождать. Жду. Подходит женщина, серенькая такая, неопределенного возраста. Как говорится, без примет. Приглашает в кабинет, аккуратно заводит разговор. Суть такова. Я даю 25 тысяч рублей и мне оставляют вторую группу инвалидности. И дают инвалидку. Автомобиль АК. Взятки давать я принципиальный противник, а посему был лишен второй группы и получил третью рабочую, без ограничений. Это без ноги-то. Каждый год хожу на костылях на пятый этаж МС на примерку. Не отросла ли нога? Нет, не растет. Странно. На пятый год примерок прихожу, меряют, не выросла. Просят подождать в коридоре. Жду. Приходит та же женщина. Также аккуратно предлагает заплатить, но уже 45 тысяч. И тогда будет у меня вторая нерабочая группа. Опять отказываюсь. Итог. Третья рабочая, бессрочно. Вот так. Сейчас всячески обманывают с протезом. Тянут время. Не хотят оплачивать. Похожих из истории тысячи. Вот эти люди из комиссии, которые предлагают инвалидам платить за установление инвалидности. Приходят домой, к любящей семье. Наверное, думают, что они очень хорошие. Честно служат родной стране. Ну а то, что чуть-чуть пытаются то там, то тут что-то украсть. Так это все так делают. Материальная нищета в стране. Каждый выживает как может. В России любят говорить о широкой, щедрой и прекрасной русской душе. Но на самом деле в России преобладает нищенское сознание. Нищая душа. Народ, в котором огромный процент людей, живет не тем, что создает что-то хорошее, а тем, что пытается отнять что-то у других. И это считается нормой. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее.